Уже традиционно школьников в форме сотрудники встречают экскурсии, завязанной на истории становления Брестской таможни. Учитывая, что ребята обучаются в профильном классе, сомневаться в том, что им действительно это интересно, не приходится. Рассказали подросткам и о традиции таможенников города над Бугом. На стенде более 200 фотографий офицеров, которые отдали службе более 20 лет. И в момент ухода на заслуженный отдых им предоставляется возможность лично поместить снимок на доску почета. Эти трясущиеся руки вкручивают свою фотографию, но поверьте мне, это очень-очень-очень трепетно. Большой интерес у школьников вызвала презентация в рамках республиканской акции «Нам этот мир завещано беречь» на тему борьбы советских граждан, в том числе и защитников границ с немецко-фашистскими захватчиками. Так сотрудники таможни совместно с пограничниками героически защищали Брестский железнодорожный вокзал. А среди будущих руководителей Брестской таможни как минимум трое сражались против оккупантов. Именно благодаря героическим действиям защитников границ фашистского зверя удалось задержать на драгоценные часы ни недели. Тем самым вложив свой кирпичик в остановку немецкого Блицкрига. Провели наглядную демонстрацию основных этапов прошедших Великой Отечественной войны, чтобы дети понимали, через что прошлось людям пройти те страшные годы и чтобы сделали определенный для себя вывод, что недопустимо, чтобы на нашу родину вновь пришел фашизм и неонацизм. Мы об этом помнили, берегли себя и наших близких. Отрадно то, что молодые люди с интересом посещают такие мероприятия. Есть мнение, что патриота нельзя воспитать, навязывая идею. А потому отрадно отметить, что школьники сами проявляют инициативу, задают вопросы, пытаются узнать правду, а это значит лишь одно, что им не безразлично героическое прошлое своей страны. А как известно, если люди помнят и чтут трагические события тех лет, значит они не допустят их повторения, несмотря на все геополитические провокации. Это отлично, когда молодежь, вот нас, школьников, прививают, любит Родину. Ведь, как мы знаем, история циклична и как только мы о чем-то забываем, это сразу же возобновляется. Все войны и так далее. И чтобы такого не повторилось, мы обязаны помнить об этом, чтить память, память ветеранов войны и, в принципе, абсолютно всех людей, кто когда-либо сражался за наше мирное небо. Я считаю, что в наше время патриотическое воспитание накладывает на нас особую ответственность и воспитывает в нас лучшие человеческие качества. Оно создано для того, чтобы мы не забывали то, чего для нас делали наши предки. И мы должны сохранить то, что большим трудом достигалось поколениями, и это на самом-то деле в наше время современно очень важно. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ